Вы четко понимаете, что вы, короче, вот этот мужик. Ну, когда у тебя долг минус 60 миллионов рублей, в глазах вдруг просыпается какой-то огонек. Сколько им лет еще нужно, чтобы до них дошло, что они скоро умрут? БМ как порно. Все его смотрят, но никто не признается, что его смотрят. В России хорошо это как? Не так ужасно, как все остальные. Ну, то есть вы не поливаете там кипящим маслом человек, который вам звонит. Иногда берете труп. Что идеальный бизнес – это вот вы готовитесь, идеально вы шлифовываете, а потом запускаете туда клиент. Я ни разу не видел, чтобы это работало в жизни. Зато я видел другую ситуацию. Ваш отдел продажи часто это дохлая лошадь, с которой давно пора слезть. Лошадь сдохла, но вы ее мотивируете, мазью намазываете, ставите ей новые мотивации, флажки. Картина называется «Бурлаки на Волге». Сейчас хочу провести с вами очень простой мысленный эксперимент. Представьте, где вы в этой картине. Да, вряд ли, типа, я вообще не в этой картине, я отдыхаю на Мальдивах, они все работают. Ну, нет, вы четко понимаете, что вы, короче, вот этот мужик. Это ваш партнер. Это ваш исполнительный директор, курит. Это ваша жена. Это сотрудники, кстати. Давайте посмотрим, что происходит с нами. От 3-4-5 лет от старта бизнеса проходит, когда мы утыкаемся в эту проблему невидимого потолка. Вот мы начали с вами что-то делать, у нас получилось с вами, да, было здорово, были машины, преодоление препятствий, 90-е, 2000-е, неважно. Потом вы провалились, столкнулись с реальностью, у вас была первая яма, которую вы прошли, а другие люди не прошли. И очень четко понимаем, что даже на полгода, но на 2-3 месяца в Таиланд свалить не получится, потому что свалить можно, но возвращаться будет уже некуда. Времени здесь тратили мало, могли там что угодно делать, а деньги были. Кто примерно понимает, о чем я говорю, потому что у одного его друга так было один раз. Нету ни одного человека, который бы этого избежал. И мы сами, если не хотели двигаться, то жизнь нас заставила двигаться путем долга в минус 60 миллионов рублей. Ну, когда у тебя долг в минус 60 миллионов рублей, это такая подрящая мотивация, как в глазах вдруг просыпается какой-то огонек, знаете, ну. Каждый из нас впадает в так называемую яму второго уровня. Яма второго уровня, это когда деньги есть базовые какие-то, в зависимости от того, сколько нам нужно и мы. Но мы очень четко чувствуем, что той энергии, того драйва, той жизни, которая была, у нас уже нет. И мы связываем это с разными вещами. И первая вещь, к которой мы приходим, следующая. Классно было бы новую нишу начать. Ну, типа, я в своей нише достиг всего, мне в этой нише ловить нечего. Я достиг некого потолка, я уже этот бизнес поставил на рельсы, у меня уже все нормалек. Я хочу попробовать что-нибудь новенькое. Никто не говорит, что не надо нового, но очень часто эта идея обманчивая и кажется, что вот у соседа огород больше, лучше. Вопрос надо такой задать. Если бы в вашей нише сейчас у вас было в три раза больше денег или в четыре раза больше денег, и вы встали бы на новый уровень качества автоматизации, вы так же бы ее бросили или нет? Второй путь, который есть, это путь вот сюда, на дно. Ну, то есть, очень многие люди, они хотят, знаете, вот когда кружку разбил, вот не уловил, разбил, и уже легче стало, когда она разбилась, типа, ну ладно, разбилась уже, не надо переживать. И очень многие из нас осознанно или подсознательно там загоняют себя в долги или в минуса, из которых потом с успехом выбираются. Потому что одна модель только действует, когда все плохо, я действую, когда все вот ужас, я начинаю действовать, я начинаю вспоминать былые силы и так далее. Третья модель называется тля, ну, то есть, тлеть просто. То есть, не весело, но так же продолжать там свой образ, иногда подумывать, поглядывать на другие ниши, смотреть БМ-овские видео в своем кабинете на работе весь день. И когда люди заходят, сотрудники, так, закрывать быстренько БМ-овское видео. БМ как порно, все его смотрят, но никто не признается, что его смотрят. Можно опуститься и оттолкнуться от дна. Многим это нужно, многие, особенно мужчины. Кто-то вот давно уже просто тлеет, поддерживая определенный уровень, но есть путь еще один наверх. Есть компании, которые упакованы, есть компании, те, которых не существует. То есть, они еще опадают, и мне просто интересно, сколько им лет еще нужно, чтобы до них дошло, что они скоро умрут. То есть, когда вот уже инстинкт самосохранения схватится. Что вы пережили 90-е и 2000-е, говорит о том, что, скорее всего, вы умеете что-то делать хорошо. Ну, в России хорошо это как? Не так ужасно, как все остальные. Ну, то есть, вы не поливаете там кипящим маслом человек, который вам звонит, иногда берете трубки. Продукт у вас плохо упакован, но нормальный хотя бы. Вы сроки там не в три раза превышаете, то есть, вы нормальный, короче. И большинство клиентов, которые у вас есть, спасибо, живут на сарафане по рекомендациям. Вот у кого бизнес, много клиентов по рекомендациям приходит, поднимите руки. Но человек в России, он как бы бисер перед свиньями метать не любит. И считает, что каждый человек должен сам понять его суть истины, его великой души. И вот как он упакован на самом деле. В лучшем случае. В листовках, которые он расклеивает, или он, или его сын, или сделал сайт сына-бухгалтера, да. Но на самом деле в его теме это просто не работает, а на самом деле у него клиентура. С другой стороны, огромная армия школьников подпирает с другой стороны, используя передовые технологии БМ. Окно, заявка, таймер, преимущества, женщина, техника женщины для лучшей конверсии. Команда профессионалов у каждого. Этапы работы обязательно, да, это псевдоупаковка. Э, пляшем, да, Газпром. Но сегодня на рынке это так. Отзывы, паса, нормально. А это Алиса, она работает во многих компаниях России. Да, и, конечно, взаимовыгодное сотрудничество. Меня всегда удивляет, что в зале находится тот, кто записывает адрес вот этого сайта. В чем проблема? Те, кому есть что сказать, недоупакованы. А те, кто упакован, им нечего о себе сказать. И возникает на рынке несправедливость, которую мы хотим преодолеть. Потому что в России 70 лет не было бизнеса, но производства было. И мы умеем с вами производить вещи хорошо. То есть с производством у нас такой особой проблемы нет. Но с упаковкой есть совершенно точно. Первый шаг, с которого начинает целевой бизнес, который является признаком, как у собаки мокрый нос, признаком здоровья бизнеса, это то, что количество заявок превышает вашу возможность обработки. Только в этой ситуации бизнес начинает жить и нормально развиваться. Есть некое интеллектуальное представление, что идеальный бизнес – это вы готовитесь, идеально вы шлифовываете, а потом запускаете туда клиентов. Якобы можно все идеально сначала подготовить, а потом туда запустить клиентов, каждый из которых будет счастлив. Я ни разу не видел, чтобы это работало в жизни. Ни разу. Зато я видел другую ситуацию. Когда много клиентов, много звонков, вы каждый день теряете деньги, все кипит, вы не успеваете отвечать на звонки. Где-то даже проседает качество, вы быстро залатываете дыры, нанимаете быстро сотрудников новых. У вас там все звонки, вы отключаете рекламу, потому что не можете уже обрабатывать. Сотрудники на два типа только делятся. Первый – это которые не ждут, и те, которые ждут. Только два типа. Не ждут и ждут. Ждут – это бильярдные шары. Они катятся от силы столкновения с вами. Вы толкнули, они покатились какое-то время, и чтобы они двигались, их надо постоянно толкать. И вы, возможно, за какое-то время подумали, что только такие люди бывают. Нет, это не так. Вот ваш отдел продажи часто – это дохлая лошадь, с которой давно пора слезть. Лошадь сдохла, но вы ее мотивируете, мазью намазываете, ставите ей новые мотивации, флажки. Она уже никакая, она до 100 лет не звонила в холодную, она висит на постоянных клиентах уже давно. Ей лиды, ей плохо от новых лидов. То есть такой зомби, который уже убитый полностью, который плохо воспринимает все, и вам хамят и грубят уже. Но вы их не трогаете все равно, не дай бог, не дай бог. Уйдут, потому что совсем клиентской базой. И вы пытаетесь на них навесить какие-то скрипты, чему-то научить, замотивировать. Хотя они на самом деле террористы, у которых там, которые говорят, что вопросы есть, да? И так вам открывают. Помните, как в фильме этот, Джокер такой. Что, есть вопросы? Сейчас еще слово скажешь. Что за опоздание? Еще с собой увезу пол коллектива вместе с клиентской базой.